Прифронтовое гранитное сегодня шлагбаум поднимают только для нескольких машин, волонтеров, ОБСЕ, военных и военных пастырей. Да, духовного, душевного. Вы исповедуете, вы что делаете? Исповедуем, укрепляем, людям нужно открыться, рассказать. Духовные силы в гранитном не помешают, ведь после шлагбаума затем 400 метров дороги жизни. Это высота, которая постоянно обстреливается. И накануне сентября два человека попали здесь под минометный обстрел. Погибли. Из более 10 погибших местных трое детей. Местный клуб, почта, сельсовет разгромлены. Открылась только местная школа. Как и все, как у вас начался. Мы такие счастливые, что мы работаем. Мы ходим на работу, мы учим детей. Все хорошо. Спасибо нашему директору. Все это надо. Директор рада, что смогла открыть ее, а более 150 детей смогли жить в родном поселке. Я любила свою школу. Я знала, что ее люблю, но не знала, что это такой степень. Вот так. Именно школа стала центром распределения гуманитарной помощи. А сегодня само здание нуждается в ремонте коллег и новых окнах. Он живет и работает, живет в село. Родители приводят деток, забирают. Живем и надеемся, что будет тихо, мирно. За год войны в Гранитном пострадало полтысячи домов. Не все жители еще получили помощь. Слышим немножко из стекла. Ну хорошо, ясно. Будем надеяться, что уже будет лет. А там, как вы думаете, в какой стране кто-то есть? Снайперы там и еще какие-то? Да? Да. Конечно, есть. Там хватает сброда. Местным жителям хочется, чтобы возобновилась работа карьера. Когда войны, тогда бы ни в чьей помощи они не нуждались. Гранит, к слову, поставляли в России. И без волонтеров. Скорее бы все закончилось и жили как раньше. Да. Никто бы никуда не уехал, и молодежь бы наша вернулась бы домой. Последний обстрел здесь был 28 августа. С тех пор местные надеются только на мир. Хотя всегда готовы к войне. Сильный был. Мы были в школе, конечно, в четверг после обеда. Но, к счастью, сюда снаряды уже не долетели. И с этой войны у нас сихо. Елена Соколова, 0629.com.ua